здравствуйте дорогие друзья каждый раз я хочу общаться с теми у кого есть желание погружаться глубже я знаю что программа которая больше чем пять минут она уже привлекает довольно так скажем осознанно людей даже пятиминутные программы сегодня это привлекают тех которые готовы уделить это время божьим смыслом а то что предлагается меньше минут и вот это захватывает всех и все готовы в этом водовороте быстренько быстренько узнать все новости и так скажем быстро как будто бы уже насытится на самом деле все что является скоро спелой едой она для нас опасно потому что оно не формирует правильно вкус и она заражает она внутри разлагает и не дает формироваться или прийти в должную форму нашим духовным мышцам и мышцам нашего мышления потому что мысли это тоже определенная мозг определенная мышца и он надо развивать думая формируя память делая анализы синтезы выводы проверять то что было то что есть сейчас но как не многие этим занимаются если занимаются то только в сфере деятельности своей работы которые приносят деньги а мы сегодня говорим о своей душе это бесценно мы сегодня говорим о своих внутренних вещах или мат моментах которые в пренебрежении уже давно многих людей враг успел и смог обмануть множество но пусть мы с вами не будем в этом числе поэтому я рада вас приветствовать программе салон по изучению библии знаю что вы готовы уделить гораздо больше даже чем пять минут в три раза по 5 и это тоже небольшой объем но все-таки возможность погрузиться в глубины каких-то отдельных текстов почему мы не берем много текста за одну программу потому что мы тогда по поверхности пройдем потому что мы тогда не вскроем какую-то коробочку ценности поэтому берем минимум там один стих или два стиха максимум три за программу и сегодня я хочу также взять два стиха 11 и 12 ибо он знает людей лживых и видит беззаконие и оставит ли его без внимания вопрос важный но прежде хочется сказать какое-то отношение миткову на самом деле слушает человек которому это отношение не имеет но так как говорится в его адрес то ему надо как-то это на себя попытаться одеть и поэтому можно понять как себя и иов чувствовал когда здесь идет речь о том что лживые и беззаконные люди которых видит бог и он конечно взыскивает и у тебя сейчас какой-то процесс взыскивания значит ты где-то лживый где-то беззаконные посмотрите как мы легко можем прийти к таким вот простым заключением простым логическим цепочкам так ли это в жизни его конечно нет потому как за кадром от этих друзей есть диалог нам известный диалог между богом и сатаной когда сатана попросил попросил душу иова попросил сейчас взять какую-то часть которая в которой есть его природа вот эту часть он попросил у бога и бог ему позволил взять и этой части хватило на то чтобы он в такие поверг муки иова часть связанная была со страхами которые в сердце иова где-то гнездились и поэтому дьявол знал там есть моя часть я ее востребовал вот почему друзья так важно не жить со страхами не жить с ложью не жить с беззаконными какими-то идеями потому что это внутри дает свить гнездо демонической структуре которая потом может востребовать в любой момент нам этот диалог не открывается но последствия мы точно видим в жизни и поэтому здесь уже мы в ответе что в моем сердце живет какие мысли какие чувства какие эмоциональные фоны там есть с чем я сегодня работаю или не работаю просто констатирую факт если констатирую факт это опасно это хорошо на этом этапе но нельзя остановиться опасно остановиться я увидел я обнаружил что то есть кто-то припрятал кто-то сделал вид что этого нет кто-то стал оправдывать это положение потому что и начать искать виноватых то есть мы видим разные категории людей либо разные состояния у одних и тех же людей в разные времена по разным ситуациям но тогда когда мы для себя делаем выбор я хочу жить под покровом всевышнего я хочу под его сенью покоится чтобы все места писания написаны за этими строчками первого стиха ко мне имели самое прямое отношение люди часто вырывают из контекста говорят он повелевает ангелом ополчаться или там ко мне язва не приблизиться к жилищу моему это все важные слова но под покровом всевышнего мы определяем себя с учетом с учетом того что я живу по его принципам я не выхожу из-под покрова я наоборот туда иду я соглашаюсь жить в смирении под его рукой а не под обстоятельством и соответственно я принимаю от него его позицию которая праведна в его глазах они осквернение от этого мира потому что сегодня все это делают и я бегу туда же и вот в этом ключе мы остаемся под покровом всевышнего когда мы живем его ценности соответственно когда мы здесь читаем он знает людей лживых и видит беззаконие и оставит ли его без внимания это выражение или этот вопрос справедлив но не в адресового он справедлив в том смысле что бог точно знает лживых он точно знает беззаконных и не оставит их без внимания но какого вот здесь тоже разница когда мы просим внимание к себе господь обрати внимание вспомни о том или о сём обрати внимание на моих детей обрати внимание на меня обрати внимание на моих внуков обрати внимание на моё призвание и так далее мы просим внимание с учетом того, что нам нужна помощь, нам нужно его участие. Но здесь идет речь совсем о другом внимании. То есть Господь точно знает, кто какие плоды на земле производит. И поэтому пределы у Бога тоже известны. И Он этими пределами останавливал многих военачальников, не давало им пройти. Вон ассирийское войско. 175 тысяч было уничтожено в одну ночь ангелом, потому что они перешли границы. И Господь вышел сам и заступился за свой народ. А народу своему предложил просто радоваться, петь и веселиться. Более того, поставить впереди поющих и играющих. И поэтому у нас есть своя часть, своя задача, которую Бог нам предлагает. Но Он разбирается с лживыми и беззаконниками. Сегодня лжи очень много. Очень много лжи вокруг. О чем сказал Иисус в 24 главе Евангелия Матфея? Смотрите, чтобы кто вас не прельстил. Это признак последнего времени. Поэтому прельщение сегодня махровое. Очень много. И доверять СМИ, доверять различного рода представителям, даже, может быть, из шоу-бизнеса особенных, сегодня знаковых людей берут на флаг, чтобы людей еще приманить в какую-то ловушку. Друзья мои, будьте очень аккуратны. Иисус предупредил и сказал, многие придут еще и под именем Моим, как спасители. Предложат вам. Будьте бдительны, бодрствуйте. Но бодрствование... Есть три глагола, которые в Евангелии от Марка выражены. Смотрите, бодрствуйте и молитесь. Вот эти три глагола надо идти в правильной последовательности. Осмотрелись вокруг. Бодрствование включили. Что об этом говорит Бог? Какие у Него взгляды на эти моменты? И следующее. Молитесь. Вот теперь уже с этим разговаривайте с Богом. Я вот это увидел. Правильно ли я увидел? Я вот это услышал. Правильно ли я тебя понял? То есть молитесь как диалог, как разговор с Богом, чтобы на самом деле не попасться ни в какие сети в это время, когда сети расставлены повсюду. Почему? Потому что материальный мир стал для людей очень значим. Убрали от земли, посадили в городах, сделали зависимыми от магазинов, от фабрик, которые где-то что-то производят. А теперь перекрыть проход. И у человека не остается выбора. Ему надо теперь как-то жить. И отсюда он уже в ловушке. Но Бог-то землю дал нам возделывать. Он насадил нас на этой земле и сказал, вот я даю тебе пищу в свое время. Я все посылаю твоим полям. Но сегодня уже мышление-то другое. Оно постиндустриальное. Уже сегодня о фермерстве, о земле мало кто думает. А на самом деле это очень важный момент сейчас. И он становится ключевым для выживания. И исходя из этого, лживых и беззаконных Бог видит. Он знает, что кругом расставлено столько сетей. Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Очень интересное здесь выражение. Пустой человек мудрствует. На самом деле пустой он больше переливает слова. Мудрствует все-таки нужна хотя бы причастность к мудрости. Начать мудро говорить и мудрые делать выводы. Хотя рождается человек подобно дикому осленку. То есть имеется в виду, что он родился и он не знает этого мира. Как легко обмануть младенца. Как легко научить неправильным вещам людей, которые попали в систему образования сегодняшних. Сколько лет система образования транслировала теорию Дарвина. Как, в общем-то, с одной стороны теорию, но с другой стороны единственно правильную. А это ложь. Формировало мышление людей. Это ложь. И столько лет отворачивало от Бога. Потому что дикий осленок. Если его научить, чему он туда и пойдет. Но давайте мы теперь посмотрим. Смысловой перевод. Потому что он знает, то есть Бог знает людей, имеющих внутри ложь и беззаконие. И не оставит такого человека без наказания. Это действительно так. Наказанием в данном случае будет жатва, которую сеяли люди и сами упали в эту яму. То есть просто Господь позволит людям войти в свою жатву. В чем здесь Божья часть? Это времена и сроки. Это можно получить на первом этапе, на втором или на третьем. И почему-то Богу важно, чтобы чаша беззакония наполнилась до конца. Когда-то он сказал Аврааму, что чаша беззакония Амареев еще не наполнилась. Когда наполнится, тогда я заберу землю них, отдам твоему потомству. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что беззаконники и лживые могут процветать в чем-то еще, но тем самым наполняют чашу, а значит впадут в свои урожаи. Теперь, читая смысловой перевод, берем 12 стих. Но человек, не имеющий познания Бога, умничает и хвастается своими знаниями, хотя и живет на уровне плоти. Вот здесь уже данный перевод позволяет нам по-другому посмотреть на дикого осленка и по-другому посмотреть на вот эту природу мудрствования. Потому что на самом деле, когда человек душевный или логически мыслящий пытается подняться над духовностью или там размышления свои иметь, то не дотягивает он оттуда. Просто не дотягивает. Вы знаете, уровень, допустим, самого высокого человека, он все равно не дотянет до пятиэтажного дома даже или там двухэтажного дома. Его уровень даже самый высокий не может взять вот такие метры, километры. Но то, что касается духовной сферы, она не в этих физических мирах, она над ними. Поэтому можно быть на престоле со Христом уже сейчас, можно иметь ум Христов уже сейчас, можно получать совет Духа Святого и утешение уже сейчас. То есть это другие параметры. И, соответственно, когда мы начинаем туда вникать, что мы имеем? Мы имеем информацию и мы имеем новости завтрашних и даже годовалых газет будущего. Мы имеем сейчас. Вот в этом духовная природа, которая гораздо выше душевных логических выводов. И потому, друзья, человек, не имеющий познания, Бога умничает. А нам надо познавать Бога. Нам надо познавать Его в Его сути, познавать Его в многогранности, познавать в Его современности. То есть, чтобы нам быть актуально заполненными правильными смыслами. Не вчерашними и даже не завтрашними, а актуально сегодняшними. Потому что для каждого дня довольно своей заботы. Мы сегодня видим, что нам делать, и мы это делаем. Главное не пропустить сегодняшний момент времени, а делать то, к чему нас Бог призвал сегодня. А завтрашний позаботится о своем. Тогда позаботится, когда сегодня мы сделали все, что от нас Бог ждет. Для этого нам нужна молитва и связь с небом. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы не хотим быть просто мудрствующими, душевными людьми. Нам нужна духовность, исходящая свыше. Нам нужна природа Твоей безопасности в это время. Поэтому дай нашему духу всегда находиться на престоле Твоей славы. Особенно, когда мы идем отдыхать, и тело наше спит. Пусть дух наш будет на связи с Тобой. Пусть он пропитывается смыслами неба, пропитывается властью небес, пропитывается красотой Твоей. Господи, прошу и знаю, что Ты слышишь. Знаю, что Ты знаешь, как ответить. Поэтому принимаю Твои ответы. И благословляю каждого человека научиться подниматься над обстоятельствами, парить над ними и питаться небесными источниками, открытыми для нас сегодня. Источники верхние и нижние. Ты определил соединить. И пусть они соединятся в наших судьбах безопасностью, результативностью, мудростью и красотой веры. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok